Позволение – это когда ты мысленно себе это присваиваешь. Хотя у тебя этого нет. У тебя еще нет на это денег. У тебя еще нет на это возможностей. У тебя еще нет на это ресурсов. А ты мысленно это присваиваешь. Ты мысленно на себя это примеряешь. Ты мысленно себя в этом ощущаешь. И в этот момент, когда ты примеряешь, ощущаешь, присваиваешь, Ты показываешь Всевышнему и Вселенной, я этого хочу, я этого хочу, я этого хочу. Это будет моим. Позволение – это примерка будущих событий на себя. Скажи это вместе со мной громко. Позволение – это когда я примеряю будущие события на себя. Позволение – это когда ты Всевышнему показываешь, это будет у меня, это будет моим. Дорогие. И позволение-то не только, знаете, мысленно представить, что ты сходишь в дорогой ресторан, купишь себе автомобиль. Это и в духовных вещах. Это и в целительстве, это в ясновидении. Я помню много лет назад, когда я только начинал, я смотрел запись еще на видеокассетах очень сильного целителя африканского. И он возлагал руки, и люди вставали с инвалидных колясок. Он прикладывал руки, и шайтаны, джины выходили из них с криком. Он прикладывал руки, и у женщин выпадали миомы. И я начал представлять это. Я начал примерять это на себя. О, и я так хочу. Я начал представлять, что я на его месте. И вы знаете, это дало результат. Вот почему я людям говорю и своим ученикам, приезжайте на живые семинары, когда я лечу людей. И когда вы смотрите и наблюдаете. Если ты хочешь быть целителем, смотришь и наблюдаешь, начинай представлять, что ты на моем месте. Начинай это примерять на себя. Это и в духовных, и в физических вещах. Поймите, друзья, что любой мастер, что любой человек, который что-то умеет, у него что-то получается, это ты в будущем. Ты можешь представить, что это будет у тебя. Ты можешь одеться в это. Ты можешь ощутить это. Это позволение. И это правильно, это хорошо, это нормально. Это круто. Когда люди не позволяют, когда люди боятся даже представить, что этот автомобиль будет у него, когда люди даже боятся представить, что он кого-то вылечит, когда человек даже боится представить, что он сможет свое жилье купить, в этот момент он как бы говорит вселенной и Богу, это не для меня, это не из моего мира, этого у меня не будет. Понимаете? Стоит запрет. Поэтому, дорогие, если ты хочешь и желаешь сотворить свою жизнь, если ты намереваешься стать автором и мастером своей жизни, тебе нужно развивать позволение. Ты должен показать вселенной, ты должен показать Всевышнему, чего ты хочешь, не словами, не заунывными молитвами, не жалобами, а позволением. Осмелиться мечтать, осмелиться думать, мечтать смело, грандиозно, примерять новую реальность на себя, ощущать себя в этом, даже если нет у тебя ресурсов. Начни себе позволять то, что раньше не позволял. Никогда не ходила на массаж, дорогой, пойди. Не ходила к косметологу, пора бы начать. Не ходила в хорошие магазины, зайди, померя там всю одежду, даже ничего не покупая, даже если денег нету. Нету денег на машины, иди в дорогой салон, сиди в этой машине. В этот момент ты примеряешь реальность, в этот момент ты показываешь Творцу, я хочу этого. Нет денег на путешествие, зайди в туристическое агентство. Это позволение, просто приценись, просто посиди, представь, что у тебя есть деньги, посиди, скажи, куда можно съездить, расскажите, пусть тебе рассказывают, а ты в этот момент будешь примерять и мечтать, что ты туда поедешь, полетишь. И ты обязательно полетишь туда, потому что ты позволяешь себе. Когда ты позволяешь, это в духовном мире, как бы ты руки открываешь, и Творец из своей сокровищницы дает тебе это. Даже если у тебя нет денег на ипотеку, даже если у тебя нет денег на жилье, иди, смотри квартиры почем, ходи, приценяйся, узнавай, сколько ремонт стоит. Дорогие, даже если у тебя нету даже 10% на оплату, тебе нужно ходить и смотреть, если ты этого хочешь. В этот момент ты снимаешь вибрационные запреты, ты включаешь позволение, ты открываешь ладони Вселенной. Но если ты боишься даже подумать и зайти, у тебя никогда этого не будет. Послушай, позволение – это мощная сила, которая берет из мира в духа и в реализацию уплотняет физический мир. Друзья, я до 38 лет жил на съемной квартире. Мы постоянно переезжали, мы жили в двушке маленькой, четвером, кошка, собака, и постоянно перемещались. Я работал, у меня была служебная машина, и я работал 12 лет менеджером, ну, в хорошем месте. И вот все, каждый день был похож один на другой. И вот в 38 лет я осмелился, осмелился позволить себе помечтать. И я представил, что у меня будет свое жилье. Я представил, что я буду ездить по городам и странам. Я начал представлять, что у меня будет школа. Я представил, что однажды мне не нужно будет идти на эту работу, где на меня кричит шеф. Я начал позволять себе. И в этот момент, знаете, разум сопротивляется, ум сопротивляется. Ум говорит, что за фигня происходит. Все это фантазии, дурень думкой богатеет. Иди работай, у тебя двое детей. Иди на работу, хватит мечтать, их нужно кормить. Друзья, но позволение не идет из разума. Позволение идет из сердца. Начни себе позволять. Начни мечтать. Начни на себя примерять. Начни показывать вселенной, что ты хочешь. И ты увидишь чудеса. Как вселенная даст тебе что-то, если ты даже боишься об этом подумать? Как творец может тебе что-то дать, если ты даже боишься подойти, потрогать или постоять рядом? Давайте мы с вами сделаем такое провозглашение, которое позволит нам расширить границы позволения. Давайте скажем. Я позволяю себе здоровье и легкость. Я позволяю себе комфорт и хороший отдых. Я позволяю себе все самое вкусное и приятное. Говорите громко. Сейчас происходит активация. Расширяется ваша духовная емкость. Я позволяю себе проживать самые интересные и вкусные опыты, которые для меня сейчас в доступе. Я позволяю себе посетить семинары Агеева и обучаться в его школе. Я позволяю себе хороший отдых с моими родными и близкими. Я позволяю Божьим дарам, Божьим чудесам проявляться через меня. Позвольте себе это. Откройте свое сердце. Друзья, разум будет включаться. Как это будет? Как это произойдет? Слушай, как это случится и как это придет, это не твое дело. Наше дело позволить себе это. Дело Бога это реализовать. Вы знаете, у нас часто перекос. Мы переживаем за работу Бога. Как это будет? В то время, как свою часть работы вы не сделали. Не ваше дело, как это придет, жилье к вам. Не ваше дело, как эти способности, как это откроется. Не ваше дело, как эта машина к вам придет, как это отдых. Твое дело позволить себе ощутить это, примерить, почувствовать, потрогать. Вот в чем твое дело. Остальное сделает Вселенная и Творец. Давайте мы будем свое дело делать, а то мы думаем, как Бог это сделает и свою работу не делаем. Это неправильно.